Киев обеспокоен сосредоточением российских войск на украинской границе, США предостерегают Москву от провокаций, а Владимир Зеленский отправился в Донбасс поддержать украинских солдат. Что стоит за громкими заявлениями? Начнется ли в регионе полномасштабная война? Разбираемся в Кубе. Эскалация напряженности началась, когда Украина заподозрила Россию в подготовке военных действий в регионе. США сразу отреагировали на заявления Киева. Мы не можем забыть о продолжающейся на Украине агрессии со стороны России. И мы сильно обеспокоены недавней эскалацией российских агрессивных и провокативных действий на востоке Украины. В одном из выступлений представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ему непонятно, что россияне делают на границе с Украиной. На что российский МИД ответил, нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте. Очевидные нарушения всех минских договоренностей Киевом налицо. А теперь Киев перешел от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военных действий. И надеюсь, что это все-таки поможет встряхнуть такое благостное отношение в европейских столицах. И что они все-таки потребуют от господина Зеленского выполнять минские договоренности. В ответ Украина заявила о полной поддержке со стороны Запада и заговорила о вступлении в НАТО. На этом пути мы пользуемся полной и непоколебимой поддержкой международных партнеров, включая Европу и Соединенные Штаты. США уклончиво ответили на заявление Зеленского о вступлении Украины в Североатлантический Союз. Шансы наступления Украины в НАТО равны нулю. Их нет вообще. Чтобы Украина вступила в НАТО, Североатлантический альянс должен отказаться от одного из основных, основополагающих требований государствам, которые намерены вступать. А именно, чтобы данное государство не имело территориальных конфликтов. Политолог считает, что и России, и Украине выгодно сложившаяся ситуация. Переговоры по мирному регулированию зашли в тупик. Украина не в состоянии выполнить условия минских соглашений. И надо что-то делать. И в этом смысле была сделана ставка на подъем акций, конфронтационных акций в расчете на то, что это привлечет внимание Запада. В последние месяцы Россия лишилась инструмента давления на Запад. Уже нет предмета, вокруг которого можно было бы вести торговую. А что думаете вы? Почему эскалация конфликта на Украине началась именно сейчас? Что стоит за заявлениями политиков? Заходите на наши страницы в социальных сетях, голосуйте, оставляйте ваше мнение. И до новых встреч в Кубе! Продолжение следует...